Сегодня наша программа отправилась на овцеводческий комплекс в Лагойский район. Реализация проекта с участием иранских инвестителей началась в 2010 году. Как сегодня развиваются предприятия и какие же перспективы узнаем прямо сейчас. Это Центральный регион. Здравствуйте. Современный овцеводческий комплекс на 10 тысяч голов проект со 100% участием иранского капитала. Здание и сооружение для содержания овец, современный пункт ветеринарной службы, помещение для приготовления кормов, траншеи для хранения сельхозпродукции. Страница за страницей писалась важная глава в отрасли животноводства Беларуси. И вот в конце прошлого года компания завершила реализацию инвестпроекта. Животных закупали во Франции и Венгрии овцемясной породы Иль де Франс. Высокая производительность, качество мяса и неприхотливость к условиям содержания. Бесспорное преимущество овец именно этой породы. Впрочем, как обращаться с француженками, вопросов было много. Даже у Зои Евгеньевны Лесиной, которая в сельском хозяйстве далеко не новичок. Ну, конечно, овцы самые, наверное, сложные животные. В том плане, что не с кем особо нам спросить у кого. Мы вот связываемся с Францией, с теми людьми, у которых мы закупали овец. И многие вопросы, конечно, задаем им. И они нам отвечают на отдельные вопросы. Потому что, ну, в Белоруссии, где мы ездили в это хозяйство в Брестской области, ну, те вопросы, которые нас интересовали, мы ответов на них не нашли. Ну, конечно, сами путем разных проб и ошибок что-то делаем. Сегодня наши бараны уже достигли некоторых 150-160 килограмм весом. От 130 до 160 килограмм вес вот племенных баранов, которыми идет покрытие. Не без гордости Зоя Евгеньевна добавляет. У нас уже более 300 оголов, которые уже отдельные и ярочки баранчики нашего логойского происхождения. Вот. А эти малыши, которые теперь рождаются, вот, это межсезонье наше рождается. Поэтому мы уже своего поголовья 600 оголов получили уже при плодах. В начале этого года компания получила статус племпредприятием. Племенное предприятие – это возможность продавать дороже свой молодняк, как в любые страны, и бывшего СНГ, и зарубежье дальнее. Зоя Евгеньевна, кажется, может ответить на любой вопрос, хотя признается, это только кажется. В сельском хозяйстве все, кажется, ты уже все знаешь. А тут есть такая отрасль маленькая, хоть, но которую ты вообще, в принципе, не знаешь. Это очень интересно. Но это же и сложно. Вот как вы каждый день, получается, учитесь чему-то новым? Каждый день. Не то, что каждый день, а, наверное, 10 раз в день учимся чего-то нового. Потому что, знаете, мы не знали, как рожают овцы, как молодняк выкармливается, отказываются ли матери от своего потомства. Все было очень интересно. Овцы, кстати, очень многие отказываются. Если они двое, не трое, не рожают, то процентов вот 10 матери отказываются от своего. И этого я раньше не знала. И тогда искусственно выкармливаем. Каждый же ягненок очень дорогой для того, чтобы не заниматься им. А по характеру вот как животное? Ну, считается, что это самая умная порода овец, по-моему. Самая интеллектуальная. Настолько мы когда-то подошли, начальник комплекса, чубаны были здесь. И вот одна из овец отказалась от одного ягненка. Родила отбойню, отказалась. Его отсадили, этого ягненка. Прошли сутки, и здесь вечером, давайте, говорим, подпустим, может, она покормит второго своего ягненка. Она не взялась кормить. Ее подержали, естественно, силой. Она покормила и второго ягненка. И этот ягненок, его завезли опять в свою клетку, где он стоял с отказниками. Он вернулся, пролез через все эти щели и ходит именно за этой маткой. Мы тут стояли и палакали. Честное слово. Наш разговор проходит под дружное блеяние. Вроде бы характерный для овец звук, но нет. Зоя Евгеньевна уже научилась расшифровывать ноты такой песни. Сено, что лежит или сенаж, не столь. Но они уже чувствуют, что вот эти минуты должны им раздавать концентраты. Это еще сильнее мчание коров. Это такое влияние. Они уже чувствуют, когда им вкусненькое дают. Но они разбалованные здесь. Они полностью по рациону все кушают, что им надо. За их сменой настроения следят. Что им дать? Сено, сенаж. Какие концентраты? Кстати, чтобы овцы были сыты, каждую весну техника выходит в поле. Корма для животных здесь заготавливают самостоятельно. В компании есть все необходимые агрегаты, энергонасыщенные тракторы. Пассивную планируют начать в конце марта. На этой неделе практически всю технику начали стягивать на мех двор. С целью, чтобы еще раз обкатать, прокрутить, еще раз посмотреть техническое состояние. В принципе, техника готова с осени. Сейчас именно только последняя технологическая наладка. Ну и на каких площадях придется технике работать? Какие культуры сеете для того, чтобы животные были накормлены? В нашем расположении в пределах 2000 гектаров земли. Из них 1000 гектаров зерновая группа, в том числе кукуруза. Все это, вся эта земля предоставлена для того, чтобы обеспечить поголовье овец, обеспечить комплекс наш, который сейчас в полную силу набирает обороты, обеспечить кормовой базой собственного производства. Эта корма будет намного дешевле. Кстати, эту зиму они перенесли прекрасно. Докупаем только белковые добавки. Это витамины. А так все именно свои корма. Благодаря заботе овцы чувствуют себя хорошо. 80% привезенных из-за границы животных уже окатились. Это прекрасный показатель. Вообще же здесь все под контролем специалистов и технологий. Шутка ли на комплексе? 56 камер видеонаблюдения. Прошлой осенью представители инвестиционной компании приняли участие в саммите животноводства во Франции. Мы туда были приглашены ассоциацией заводчиков породы Ильдефранс. Это ассоциация, которая нам поставляла животных. Большая часть животных, которые у нас на комплексе поставлены. Мы имели возможность пообщаться с заводчиками не только нашей породы, но и посмотреть все другие породы, которые разводятся во Франции. Мы побывали не только в хозяйствах у фермеров, у заводчиков. Мы побывали в том числе и в общепите. Мы побывали в убойном цеху. Мы посмотрели, как производится убой мелкого рогатого скота. Попробовали на вкус не только мясо, но и сыр, и другие побочные продукты. Я знаю, что представитель ассоциации этой породы Ильдефранс тоже был с визитом здесь. Осматривал условия, наверное. Как вообще его впечатления? Жан-Кьер Жаслен его зовут. Еще в момент заключения контракта нам было оговорено, что он в обязательном порядке прилетит впоследствии посмотреть на то, как содержится порода, какие у нас условия, посмотрит на рацион, на условия содержания, правильно ли мы все делаем. Потому что он обладает огромным опытом. С его слов более 40 лет. Занимается овциостом именно этой породы. Он у нас был уже после того, как у нас начались окоты. Остался очень доволен, естественно, условиями содержания. Они сильно отличаются от условий, в которых содержатся животные во Франции. У них никто не строит таких огромных комплексов. У них, как правило, это небольшие хозяйства. 200-300, максимум 500 голов. Это семейный бизнес. За этими животными смотрят 2-3 человека. Как правило, это муж, жена. И максимум они нанимают одного сотрудника наемного, когда окоты есть, и они еще идут примерно в одно время. Здесь они в роскошных таких условиях, да? Да, да, да. Он скромно сказал, что, конечно, условия роскошные. Кроме этого, он дал очень много ценных рекомендаций. То есть он остался доволен всем, что здесь он увидел. Но какие-то рекомендации по рациону, по воспроизводству он нам дал. И вот мы стараемся следовать. Сейчас ненадолго прервемся, узнаем о самых ярких событиях из жизни Центрального региона за последние 7 дней. И вернемся сразу после рекламы на телеканале СТВ. Не переключайтесь. Новое производство в глубинке. В Мядерском районе начала работать птицефабрика, на которой выращивают около 47 тысяч курнесушек. Предприятие вышло на новый уровень после масштабной модернизации. Пока на полную мощность работает один птичник. Второй почти готов для выращивания бройлеров. В этом году на предприятии планируют получить не менее 15 миллионов яиц. Под своей крышей в Крецке вели в строй первый арендный дом. Здание на 80 квартир сдали в конце года. В большинстве своем жителями дома стали молодые специалисты, сотрудники правоохранительных структур, многодетные семьи. Готовность номер один. Накануне Дня защитников Отечества молодежь попробовала себя в качестве настоящих военных. Акция «Одень день в армии» собрала 25 человек, преимущественно участников молодежных отрядов охраны правопорядка. Юноши научились стрелять из автоматов, провели тактическую и боевую подготовку. Человек-оркестр, народный артист Беларуси Михаил Финберг на неделе отметил 70-летие. Более 30 лет. Имя маэстро неразрывно связано с его знаменитым оркестром, где начинался творческий путь десятков музыкантов и певцов. Сегодня Михаил Финберг не прекращает поиск молодых талантов и делает акцент на популяризации музыкального искусства в провинции. В 2012 году Михаил Финберг стал почетным гражданином Минской области. Реализация проекта по строительству овцеводческого комплекса в Логойском районе завершена, но дальше предстоит большая работа. Вадим, на мой взгляд, конечно, овцеводство достаточно сложная отрасль, особенно когда дело касается сбыта. Как у вас вообще? Как-то почувствовали вы все-таки сложность занятия овцеводством? И, может быть, наоборот, увидели какие-то преимущества? У нас, получается, проект, первая фаза его реализована. Закончено строительство, завезены овцы, появились первые свои потомства. То есть у нас общие поголовья 1050. Сейчас как раз-таки наступает самая вторая фаза, не менее важная. Это понять, какой продукт востребован в каком объеме и какая его стоимость, самое главное, на рынке. Вы правильно сказали, что овцеводство не было развито в Беларуси, поэтому сложно взять, посмотреть на конкурентов и, условно говоря, срезать это все и использовать примерно такие же подходы. Мы фактически новаторы. Более того, у нас чистопородный племенной скот. Поэтому, на мой взгляд, наша основная задача сейчас разделить сбыт на две основные части. Первая – это сбыт племенного скота. Это чистопородные животные, у которых есть подтверждение родства до четвертого поколения. Они все поступали сюда с племенными карточками. Во Франции в ассоциации есть специальная программа, которая анализирует всех животных. И каждому животному, исходя из нескольких параметров, присылается определенный индекс. Чем он выше, естественно, тем ценнее животное. То есть у нас все животные завезенные, мы даже знаем их индекс, вычисленный французами. И наша задача – продавать скот на племя, чистопородный. В Беларуси спрос есть на него, но он не такой большой, потому что цена кусается для многих фермеров. Поэтому мы сейчас уже обратились в Министерство сельского хозяйства, хотим попасть в программу по удешевлению. И это даст возможность фермерам покупать дешевле наших животных. Вторая часть, не менее важная, это реализация мяса. Для этого мы планируем летом построить убойный цех, чтобы иметь возможность убивать животных самим. И, естественно, надо будет разрабатывать свой бренд и под своим брендом реализовывать этот продукт. Смотри, видишь? Кур-кур-кур-кур. Анна родом из Витебской области, в Логойский район, в свое время приехала по распределению работать ветврачом. В ее семье ветврачи – мама, папа, бабушка, дедушка, сестра. На овцеводческий комплекс Анна пришла месяц назад. Овцы – животные, которые любят, чтобы за ними ухаживали. Я раньше работала с разными животными, но с овцами в том числе, которые жили просто на подворьях у людей. Те овцы, они тоже досмотрены, но наши овцы, мы много внимания уделяем не только их кормлению и содержанию, но наши овцы, они не любят перемен. Мы стараемся никаких резких стрессов для них не делать. Если к чему-то новому приучаем, следовательно, все делаем постепенно. Действительно, идет приучение. Вплоть до того, что даже следим за настроением овец. Они могут быть грустные, это сразу видно, лежат, а иногда, наоборот, веселые, играются со своими матерями, играются со своими ягнятами. Бегают, прыгают. Те овцы, которые уже получены здесь, они уже совершенно по-другому себя ведут. У них не было никаких стрессов при переезде. Они очень любят людей. Как только заходишь в сарай, они уже идут навстречу. Есть здесь те баранчики, которые вперед всех бегут, чтобы для них какого-то лакомства ждут. А мы и комбикорм им даем, чтобы они нас больше любили. Чтобы животные не болели, разработан целый план профилактических мероприятий, чтобы чувствовали себя комфортно, обязательная процедура. Раз в год, вот, нашу породу, Эль-де-Франс, нужно стричь. Мы будем стричь. Уже стригли. Первый раз получили шерсть, которую нас в миловическую валяльную фабрику отправили, где сделали из них одеяло и валенки. Ну и, конечно, залог хорошего настроения животных – вкусная еда. У нас все корма нашего производства. Ничего мы не закупаем. Единственное, что комбикорм делаем специально для наших овец. Они кушают кукурузу. Вот кукурузу они любят больше всего, как лакомство для них. Едят сенаж и сено. Я стараюсь во время кормления присутствовать всегда, следить за ними, смотреть, кто подошел к столу, кто ест, кто что делает. И вообще о каждом животном у нас ведется строжайший учет каждого животного. Анна, похоже на то, знает каждое животное. Ей в радость проводить с ними время, заботиться о них и в ответ получать, да-да, благодарность. Вот этот малыш из стройни. Вот видите, его просто из стройни, когда он был маленьким, его докармливали. И поэтому он особенно любит, когда к нему подходит, когда его лащат. Ну потому что, получается, с бутылочки кормили. Вот, и они такие ручные, да. Благодарные такие, ручные. И почесать он любит, да, играться, между собой играются. Они очень приятные. Они вот, они немножко сейчас сыроват, а погода все-таки везде все тает. Они немножко, шерсть быстро все впитывает. Они такие сыроватые. Но все равно их шерсть, есть такой специальный жир. И когда вот гладишь животное и много времени его трогаешь, руки становятся особенно мягкими. Им нужен крем. Они нежные-нежные становятся от вот этого естественного жира. Я уже к ним так приросла за это время душой, что они не только ум заняли, но и душу. Вот действительно, потому что много времени я с ними провожу. И уже даже мои кошки домашние мне уже не так интересны. Их здесь много, они разных возрастов. Малыши тоже миленькие, требуют столько внимания. Дав старт развития овцеводства, иранский инвестор решил запустить еще один проект. Второй проект мы начали в 17 километрах отсюда. Это хозяйство Янушковича, которое мы приобрели. И сейчас занимаемся реконструкцией существующей молочной товарной фермы с доведением общего поголовья молочного до 1200 голов. Одновременно мы реконструируем мегатвор, планируем там строительство зерно-сушильного комплекса, комбикормовой линии, которая будет обеспечивать в том числе и нужды целоческого комплекса. И линии по присыланию мастичных культур. После реконструкции ферма на 4000 голов станет самой большой в Логойском районе. В планах этой осенью завершить объект. Строительство в самом разгаре, техника работает каждый день. Проектирование доверили институту, который разрабатывал сельхозобъекты различных направлений по всей стране. Например, в Могилевской области 99% ферм Могилев Агропромпроекта. В Минской области институт работает с 2000 года. Мы работаем по всей республике. У нас есть объекты и в Руднинской области, и в Брестской, и в Витебской, и в Вомельской. В Вомельской буквально недавно у нас было два интересных, красивых проекта по откорму хрюшек. А вот этот проект с вашей профессиональной точки зрения, насколько вам интересен? В него сейчас вложено все передовое, что сюда. Но ввиду того, что старая ферма осталась, и мы не делаем реконструкцию, мы не уходили от человеческого труда. То есть эта ферма не роботизированная. Оставили, сохранили места. Но если далеко не отъезжая, где-то 6-8 километров отсюда, из деревенька Калачи, мы буквально недавно, ну то есть в январе этого года, была сдана в первую очередь фермы, которая в принципе по подобию очень похожа в лице коровников. Это практически братья-близнецы. Но там уже роботизированные установки стоят. Там присутствие людей минимальное. Но я смотрю, что очень жаркие обсуждения были этого проекта. Всегда ли так ваши встречи проходят? Истина решается в споре, поэтому мы обсуждаем, принимаем решения, которые не просто удовлетворяют, но на тот момент мы видим все, что это оптимально для всех. В бумагах весь стол, но это лишь вершки. То, что вы видите здесь, на столах, это процентов, наверное, 5 от документации. Которые есть, потому что документация на каждое здание, на каждое сооружение. На дороге, на проезды, на сети, все остальное. А здесь присутствует только один экземпляр именно рабочей документации, чтобы можно было обсудить, решить, если что-то оперативно вмешаться, скорректировать. А так документация обычно, ну, я думаю, что с вашего роста. Планерки проходят каждую неделю. Ну, есть такие нюансы, которые в процессе работы, они видны. И чтобы это избежать, вот мы хотим все это решить в стадии проектирования, в стадии строительства. Чтобы потом меньше затратов всего это делать, чтобы не переделывать и прочее. Управляющий сельхозотделением человек действительно знающий свое дело. И этот проект для него интересен. Знаете, я думаю всегда, если не любит сельское хозяйство, то в ем работать не будет. Здесь все-таки нужно отдавать душу. Это, вот, скажете, здесь не выдержать работать. Без любви к земле. Здесь такая старая притча старых людей. Девчину можно обмануть, она родит. Если землю обманешь, она не родит. Вот у меня один садовейший хотел, он закончил морскую академию. И мне рассказывает про море. Я говорю, сын, что там море? Ну, там волны, вода. Я смотрю, он говорит, ты по морю. А потом говорит, тебе нравилось, когда вот на полях ты меня маленько выводил и показывал вот это вот до фермы. Тебе нравилось? Я говорю, да, мне это очень нравится. Вот так и мне это нравится. Ну, это необъяснимо. Можно было возможность поменять профессию, специфику. Но вот походим все равно это вот тянет всегда. Вникнуть во все нюансы нового проекта. Вадим Маршак, топ-менеджер с несколькими высшими образованиями, сельское хозяйство давно определил для себя как уникальную площадку, где ярче всего могут проявляться качества профессионала и талантливого управленца. В итоге все равно это бизнес. Бизнес – это управление. Управление персоналом, управление компанией, да, денежными потоками, процессами, проектами. Поэтому, ну, наверное, неправильно будет сказать, что, допустим, мне абсолютно все равно, какой компанией мне тебя управлять, да. Но я считаю, что этот подход имеет право на вы. То есть если ты имеешь определенные навыки, да, ты можешь их использовать практически в любом бизнесе. А сельское хозяйство, конечно, носит свою специфику, потому что тут очень много требуется времени затратить. Почему вот я шесть дней в неделю работаю, да, и больше, да, и практически без отпуска. Потому что этот бизнес, он требует того, чтобы ты вникал в суть постоянно. Производство кормов, воспроизводство животных. Сейчас мы строим, то есть я должен быть и строителем, понимаете, и в какой-то степени юристом, и маркетологом. Потому что сейчас надо выстраивать маркетинговую стратегию, как продвигать наш продукт на рынке, не только в Белоруссии, да, когда надо представлять себе, через какие каналы ты хочешь зайти, да, кто твой клиент. Ты должен уметь об этом всем представление. Ну, как бы, моё образование мне в этом очень сильно помогает. На вопрос о профессиональном выгорании Вадим лишь улыбается и вряд ли в это выгорание поверит. Когда каждый день ты можешь учиться чему-то новому, то даже усталость в конце дня говорит только об одном – этот день ты и твоя команда прожили не зря. Допустим, молочность каталовоза для меня – это новая абсолютно. Инвестор пожелал 8 месяцев назад заняться этим бизнесом, и вот за 8 месяцев, я думаю, что я очень много уже знаю про это, очень много, очень много знаю нюансов, имел очень много встреч с компаниями, которые поставляют технологическое оборудование, с теми, кто занимается производством молока уже давно, на разные фермы мы ездили, смотрели заводы по производству комбикорма, зерносушильные комплексы, прессование, масличные культуры, то есть довольно широкий спектр. Задача менеджера – вникнуть полностью в процессе, понимать все до мелочей. Ну а я напомню, что наша программа, как и все репортажи и эфирные видео, в любое время доступна на официальном сайте ctv.by и на ютуб-канале столичного телевидения. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Я же с вами прощаюсь. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!